всем привет дорогие друзья 25 марта четверг это значит самое время для нашей программы сегодня она не будет проходить на доске на заднем фоне сделаем мы немножечко по-другому я хочу чтобы вы наглядно видели все то что вижу я говорят мне о том что на сегодняшний день рубль перекуплен или перепродан на какой стадии находится российская экономика а что у нас в одной фигуре или в другой и все это замечательно но все хорошо в сравнении и сегодня мы с вами будем делать глобальные выводы о том а стоит ли сегодня прямо сегодня покупать рынок или продавать стоит ли и нужно ли в принципе связывает свои сейчас финансы с рынком акции облигации или наверное может быть даже и фьючерсов для кого-то точно так же сегодня я бы хотел чтобы этот высоко информативный ролик прошел под знаком эры перемен и сегодня мы не просто записываем программу на заднем фоне вот присутствует нас не просто зрителя подписчик патриона приехала сегодня к нам в тбилиси открывает счета хотел я сегодня чтобы из вип трейда где снимаем мы все это пришел кто-нибудь с отдела продаж рассказал почему они вам всем звонят почему предлагают открыть счета как-то работает и но целая куча народу но не одно желающего как всегда поэтому отвечаю для всех кто спрашивает правда ли что наши сотрудники обзванивают да правда обзванивают предлагают какие-то продукты и так далее так что переживать не нужно если вы регистрировались в вашем личном кабинете вам что-то непонятно можете обращаться в службу проект поддержки в рабочее время на русском языке прекрасно вам все объяснят помогут ну что теперь поехали давайте посмотрим на графике сделаем это необычно поскольку какие-то враги украли у меня провод питания от моего любимого проектора сегодня мы будем записывать прямо с телевизора ну что ж дорогие друзья прямо здесь на экране буду вам показывать тогда то что я вижу обратите пожалуйста внимание это у нас с вами график рубля обратите внимание на то что красивое двойное дно вот здесь вырисовывается что у нас в общем то на сегодняшний момент есть все шансы увидеть 80 85 и смотрите наши прогнозы графические но сегодня мы будем показывать не графики не просто графики не просто мнение куда идем а куда более глубокую тему давайте с вами посмотрим а где же у нас с вами доллар рубль стоил дешевле всего на вот этом графике ну это уровень 9 января или там 10 января 2020 года это как раз там где мы с вами покупали его с плечо то что мы сделали сейчас мы покупали его с плечом там где-то на уровне 75 об этом смотрите наши с вами телеграмм давайте посмотрим а где же у нас с вами находилась нефть вот в это же самое время мать углеводородица ну собственно открываем с вами 10 января 2020 года до плюс-минус это уровень 68 долларов за баррель нефти то есть фактически мы сейчас находимся плюс-минус на тех же уровнях еще раз график доллар рубль обратите ваше внимание нефть и доллар вам ничего не кажется подозрить нет я не хочу сейчас сказать что дворец путина и все это хотя это правда но обратите внимание и на другую тенденцию на все развивающиеся рынки как они себя чувствуют в 2020 году что произошло фактически мы сейчас видим у устаканивание ситуации на уровне 76 и подготовка к полету дальше теперь что касается американского рынка чтобы нам с вами не быть голословными кстати вспоминаем с вами индекс ртс да давайте мы с вами прям здесь забью ртс индекс вспоминаем то что я говорил год назад почему нужно уходить из российского рынка почему я говорил что продаем российские акции уходим нет никакой разницы что здесь будет мы видим с вами то что у нас рынком творится смотрим у нас с вами есть уровень января 2020 года где мы находились до это у нас 1600 и 1500 там давайте так я округлю все вот эти вещи скажу что мы находимся на тех же уровнях то есть получается что индекс ртс на сегодняшний момент на тех же значениях что нефть на тот же момент правильно верно а вот рукой рубль обесценился на добрые давайте посчитаем сколько процентов 62 76 то есть по их по-хорошему те люди даже которые находятся в нуле сейчас в российских акциях они потеряли свои деньги а давайте посмотрим что теперь с s&p 500 давайте мы с вами отмотаем ровно на год назад там где те люди даже которые набирали на хайпе а здесь был хайп и вдруг они потом потеряли очень много сейчас они заработали ну давайте посчитаем с вами сколько ну плюс минус 15-20 процентов эти люди могли заработать даже просто набирая вот здесь то есть выходит что даже те люди которые вообще ни черта не соображают в рынке и набирали на самом на самом пике перед обвалом сейчас находится в преимущественном положении перед теми людьми которые говорят что они торгуют на российском рынке еще раз хочу для каждого отметить не важно шортит человек российский рынок или он его лангует он в нем и это говорит о его образованности это говорит о его умении торговать и понимание рынка в целом вот вам и все друзья на рынке вот все нарисовано не нужно придумывать защищать или доказывать просто все есть теперь что мы с вами видим вот в этой ситуации которую у нас с вами складывается давайте первое это так называемое закругление то есть мы с вами видим что рынок шел резко потом немного сменился угол до графика на поход наверх и сейчас происходит некое вот закругление значит ли это что мы здесь остановимся я считаю что конечно у нас открывается уровень 4040 как я говорил 4100 ну вот где-то вот этот вот уровень будет являться выносом то есть сейчас мы сделали с вами как я вам показал первую третью сейчас будет скорее всего поход наверх и я даже не исключаю что мы потом продолжим и поход выше но что я хочу сказать что на сегодняшний момент у нас с вами есть соотношение облигаций соотношения рынка давайте мы с вами откроем инструмента которым кстати я вам говорил сто раз уже да и вы наверное самостоятельно знаете это и теф на ганские банды 20 лет какие более ну я им пользуюсь он мне кстати не в неплохом плюсе с момента того как я вам его посоветовал покупала его на уровне 134 вот мы уже выросли если мы с вами откроем сейчас давайте график какой-нибудь такой больше да мы с вами увидим очень интересную картину смотрите прошлую программу я там уже вам пытался что-то фундаментально показать на графике посмотрите пожалуйста 2020 год на с вами да и смотрим на с вами март двадцатого года где он был ну восемнадцатый год когда началась вся эта катавасия с перекосом в экономике о котором я вам говорил где закрывал в конце года как раз вот здесь все свои большие основные позиции это было там по моему как раз 10 сентября или 15 я уже не помню и после этого в рынке не участвует мой основной капитал и на сегодняшний момент и торгую только девятью процентами на жизнь скажем так зарабатываю смотрим себе как мы видим эту ситуацию видим что вот это первое третье закончено мы сделали 50 процентов и вполне себе вероятно что а сейчас все это будет продолжено что мы с вами видели в восемнадцатом году рост почему тут целая куча факторов до этой понижение ставок и вот из этого рост вот этот вот и у нас в экономике к это там мини оттепель и вот эти войны сша китае все прочее здесь все включено рынок очень многообразен но мы с вами увидели вот это скажите пожалуйста если у нас на сегодняшний момент опять будет там инфляционные ожидания что-то еще и начнется очередная оттепель и мы увидим с вами как я вам показывал движение вверх на всю длину вот этого вот этой фигуры что мы с вами увидим мы увидим рост и чуть не меньше чем вот здесь а сделали мы с вами ну давайте хотя бы с двадцатого года с марта 2020 года открываем с вами вот он март 2020 года ты тут был пик после чего мы с вами упали то есть рынок фактически сейчас на перекуплен да и если сейчас будет какой-то обвал то скорее всего мы с вами увидим очередной что правильно пик вот та самая коррекция которая я говорю это не смерть экономики ничего подобного мы с вами просто увидим очередной хороший вынос наверх это будет уровень ну примерно 200 допустим так высоко там ставки не были никогда и вероятнее всего как раз здесь и будет закончена после чего начнется долгий рост рынка то есть стоит ли прямо сейчас входить в рынок всеми деньгами нет еще раз нет стоит ли сейчас покупать какие-то облигации я считаю что среднесрочном периоде да это интересное решение у нас с вами точка сопротивления вот здесь вырисовалась то есть я вижу что у длинных торжерей есть какой-то интересный момент можем ли вы продолжить падать и рынок расти расти в принципе да то есть мы можем увидеть еще вот это движение но лично мое мнение что она близко к своему завершению где-то вот здесь сейчас это и начал если она уже не началось поскольку мы с вами можем перейти допустим на месячный график и увидеть как у нас неплохо с вами началось начался отскок мы перебили уже точку сопротивления первую и собственно движемся наверх движение может быть достаточно резки об этом я вас предупреждаю собственно давайте посмотрим с вами теперь на перспективы допустим соотношение пресс золото давайте посмотрим это очень важно в соотношении допустим вот с этим смотрите пожалуйста на золото оно у нас было на пике давайте посмотрим с вами для начала трежерис мы с вами смотрели у у нас были на пике да где мы помним и смотрим золото золото у нас было в августе двадцатого года на пике после чего соответственно у нас пошло вниз в марте две тысячи двадцатого года мы с вами открываем золото и видим что она падала вместе рынком с рынком однако вот все это движение было ну скан так не очень значительным поскольку все это время она находилась в боковике сделать здесь начало разгоняться и здесь была всего лишь коррекция что мы видим здесь у нас с вами золото уже находится ну давайте в 200 всего лишь пунктах от своего лоя марта двадцатого года ну что смотрим с вами что у нас в соотношении тел ти это тот самый фонд на трежерис да и что у нас золото воля обратите внимание что я покупал и золото и тел ти почему то есть почему я это сделал потому что корреляция высока дорогие мои на сегодняшний момент есть очень большая вероятность того что и золото пойдет очень высоко вверх и в облигации люди продолжат вкладывать деньги выходя из рынка как из перегретого получается если мы сюда с вами еще добавляем s&p 500 и давайте мы это сделаем прямо сейчас то окажется что у них корреляция обратная смотрите все это время у нас с вами рынок s&p 500 рос золото корректировалась облигации корректировались выходит что у нас сейчас с вами будет коррекция по рынку акции и соответственно рост в этих инструментах вот именно поэтому дорогие мои я и взял практически на 30 процентов от своего спекулятивного счета вот эти два инструмента в надежде на то что они принесут мне прибыль в районе 25 процентов что касается s&p 500 мое мнение такое на сегодняшний момент он находится на уровнях поддержки сопротивления и может толкаться здесь достаточно долго поэтому я не распродаю свои многие акции даже покупаю поскольку многие сектора сейчас перепроданы уже и акции и на сегодняшний момент мы с вами видим ситуацию в которой есть активы в которые нужно входить а есть активы из которых нужно просто выходить и рынок не останавливается никогда и возможность заработать есть всегда итак несмотря на то что в необычном формате у нас с вами был ролик я думаю вам понравилось то что мы с вами увидели на сегодняшний момент я считаю что рынок находится в стадии когда нужно перекладываться из одних активов в другие и на сегодняшний момент опять открываются отличные точки для покупки целого ряда огромного линейки инструментов но при этом я не очень хочу продавать свои инструменты свои акции почему дело все в том что на сегодняшний момент мой счет и так состоит в основном из кэша на 90 там два уже процента из кэша и содержать весь этот пул кэша просто нетронутым для меня уже становится напряжно поэтому на сегодняшний момент я просто буду подбирать кое-какие позиции прямо на том счете которые вы видите перед своими глазами и оставлять их скорее всего на средний срок и даже долго срок что-то я буду возможно продавать что-то покупать вы постоянно спрашиваете зачем ты покупаешь морскую компанию которая занимается грузоперевозками трансатлантическими если ты видишь что она находится просто над ней у них очень большие проблемы это именно потому что я считаю что нужно в свой портфель включает рисковые какие-то акции которые имеют потенциал к восстановлению дальнейшему долгосрочному восстановлению для спекулянта лично для вас это не подойдет и я подбираю к свой портфель не для того чтобы дать вам сигнал к покупке я показываю вам по ней прогноз он может болтаться на дне достаточно долго но в один прекрасный момент я лет через 5 7 10 получил по ней свои профиты теперь давайте посмотрим как бы графически можно было бы отразить сегодняшнюю ситуацию по рынку из того что мы с вами сейчас видели в нашем ролике ну давайте например например ситуацию по рынку я сейчас вижу следующим образом снг 500 и находится на точке закругления и соответственно у нас с вами вот этот уровень три тысячи три тысячи шестьсот является ключевым это среднесрочные дорогие мои уровень после чего я считаю будет конечно же у нас с вами еще один поход чуть выше вероятно но я не исключаю того что уже на сегодняшний момент в снг 500 есть некое плато через которое инвестора не готовы переваливать и мы с вами только что видели это на графике поэтому я просто напросто ограничиваю свой риск своими покупками то есть я не вкладываю сюда весь портфель а вкладываю часть и в случае если мы продолжим движение вниз о котором я вам уже говорил я скорее всего буду включать свой капитал дальше для тех людей которые сейчас торгуют на российском рынке я вас еще раз убедительно прошу обдумайте свои риски вкладывая деньги в российские акции вы рискуете потерять свой капитал в ближайшие полтора два года долгосрочно среднесрочно разумеется я считаю что российский рынок будет восстанавливаться но будут ли это те же самые компании что на сегодняшний момент присутствует на рынке вы знаете мой прогноз по газпрому 80 рублей и имейте в виду что уже на сегодняшний момент доллар почти 80 рублей помните мой прогноз о том что газпром будет стоить 1 доллар если к тому моменту как газпром будет стоить 120 рублей и доллар будет стоить 110 120 я выйду и скажу что мой прогноз исполнен не удивляйтесь ровно столько стоит компания в которой огромные политические риски страна находящиеся под давлением и все ваши дивиденды которые вы будете получать рубля фактически будут равны тем черепкам которые вылетали из-под антилопы после слова хватит на сегодня мы с вами закончим пальчик пожалуйста вверх и пока